О военном вооружении. А Якуты это на минуточку единственный один из немногих, но единственный вообще в Восточной Сибири народ, который имел такой мощный комплект вооружения, как защитного, так и наступательного. Ну, наступательное вооружение как-то сильно не выделялось, хотя вот такое оружие как пальма или батас, конечно, такое характерное якутское, всем хорошо известное. А вот, к сожалению, защитное вооружение, которое наиболее такое зрелищное, красивое, интересное, оно, вот нам известно слабо, но есть такой труд основополагающий, это военное дело якутов Васильева, фактически единственная работа, написанная по этой теме. И, значит, существуют буквально такие обломки, что ли, вот якутского защитного военного комплекта. Вот здесь вот слева такая пластинка, изображена прорисовка, которая хранится в Якутском музее Ярославского. Это практически единственный задокументированный вот фрагмент якутского защитного вооружения. Это пластинка от доспеха якутского, который Куях назывался. Вот, собственно, в середине изображена реконструкция облика якутского воина, выполненная художником Гореликом, военно-историческим художником. Ну, такое, как бы, как вот это, как этот доспех мог выглядеть в сборе, да? И справа фотография двух шлемов, найденных в начале 20-го века на озере Мюрю, но, к сожалению, утраченных в данный момент. Вот фотография, которую вы видите, это фактически все, что от этих шлемов в данный момент осталось. Вот, может быть, когда-то они будут обнаружены, может быть, нет, но вот фотография нам говорит о том, о, как бы, высоком уровне воинской культуры вообще. А вот, собственно, непосредственно переходя к теме нашей лекции, момент очень хорошо фиксируется, когда Якутия вошла как в историю России, так и в военную историю России. Одновременно это произошло с приходом русских землепроходцев на территорию Якутии примерно в 20-е годы 17-го века. Когда вот... Так, секундочку. А, нет, извините. Когда... Так, что такое? Ой. Ну, ладно, придется тут оставить. Когда произошли военные конфликты между местным населением, в том числе якутами, ну, не только якутами, но и тунгусами, венками, юкагирами, и далее там на северо-восток коряки, чукчи, вот, собственно, с пришельцами, да, из европейской части России. Этот, как бы, момент истории, он одновременно и известен, и неизвестен большинству... Ну, большинству непрофессионалов, скажем так. Ну, все знают, что землепроходцы в Якутию пришли, но вот как они воевали, как бы, это такой вот вопрос, на самом деле, достаточно малоисследованный, ну, как мне кажется, это мое личное мнение, и которое вот предоставляет большое поле для дальнейших исследований именно вот с точки зрения историзма, что ли так, скажем. Потому что вот эпоха 17-го века, это такой период очень сложный и в российской истории, но для Якутии он вообще, как бы, основополагающий. И вот такой вопрос вообще вхождения Якутии в состав российского государства, ну, я думаю, многие из вас знают, да, что вот в течение фактически всего 20-го века вообще шел спор между профессиональными историками, как вот это вообще называть, да, присоединение, вхождение, завоевание. Вот до сих пор этот вопрос не решен, но, кстати, вот должен выйти труд истории Якутии в ближайшее время, в котором нам все это расскажут. Ну, а потом интересен не только как бы фундаментальный, да, вопрос вот вхождения там или присоединения или колонизация, а вообще, как вот происходили эти военные действия, как вот люди воевали, вообще, кто там воевал. Вот, например, вот на этом слайде мы видим двух таких знаковых вообще людей, процесса, о котором я говорю. Ну, вот, человека справа, я думаю, все узнали, да, это Петр Иванович Бекетов, собственно, основатель города Якутия, и официальный присоединитель вообще Якутии к российскому государству, именно вот по Челобитной. От Челобитной Петра Бекетова, написанного им 25 сентября по старому стилю 1632 года, отсчитывается вот дата вхождения Якутии в состав российского государства. А вот, может быть, кто-нибудь человека слева узнал? Кто-нибудь знает этого человека? Памятник. Ну, памятник. Памятник – это вот менее известный человек, но он широко известен в узких кругах, хотя, вот, для военной истории он, наверное, еще более значим, чем Бекетов. Это Иван Галкин. Казачий атаман Иван Галкин, который, как бы, держит вообще первенство по военным конфликтам, да, в которые он ввязался. Собственно, вот Бекетов и Галкин, они олицетворяют вот две стратегии российского государства на территории Якутии, две военные стратегии. Они, собственно, оба, два военных человека, и Бекетов и Галкин. Ну, Бекетов – это казачий сотник, то есть он, как бы, ой, извините, стрелецкий сотник. Бекетов – стрелецкий сотник, а Галкин – это казачий атаман. Ну, вот, если Бекетов представлял собой такой, как бы, дипломатичный подход, хотя он, конечно, участвовал тоже в военных столкновениях, то Галкин – это такой суровый человек, очень интересная личность, историческая, на самом деле. Он сын одного из ближайших сподвижников Ермака, и, вот, участник, я говорю, большинства военных конфликтов. Он участвовал и в осаде якутского острога, ну, в смысле, он внутри якутского острога, да, находился, а его осаждали. И также, собственно, Галкин является, ну, таким командиром со стороны землепроходцев, фактически в единственном полевом сражении между русскими и якутами, которое произошло в 1636 году, если я не ошибаюсь, на территории Намского улуса современного. Вот, такое малоизвестное сражение произошло оно в январе, то есть, зимой со стороны, значит, Галкин командовал отрядом где-то около 40 человек, у него было под командой, ну, 45, по-моему, вот, против где-то 6, ополчения нескольких якутских родов, собственно, в основном ядро этого ополчения составляли намцы и канголасцы. Где-то по подсчетам Галкина от 600 до 800 человек против него было. Вот. И результатом данного полевого сражения, собственно, было проигрыш русских землепроходцев. Вот, в единственном полевом сражении на территории Якутии они поражение потерпели. Вот. То есть, поле боя осталось за якутами, собственно. Ну, это вот такой только один из фрагментов, да, той военной истории. Вот. К сожалению, очень мало, как мне кажется, именно вот каких-то научно-популярных работ. Ну, только работу Пестерева, наверное, Владимира Ильича, да, можно назвать. Такую. Землян он, хоп, она называется, где вот, ну, там сборник, ну, вот несколько таких вот боевых эпизодов он рассматривает. И вот визуализации тоже очень мало, потому что очень сложно понять, вот как выглядели и как именно воевали непосредственно люди того времени. Но, вот, например, есть серия таких вот картинок художников Амина, очень интересных, где вот показываются подобные конфликты. Собственно, вот на левой картинке эпизод боя Галкина как раз изображен. Но, надо сказать, что не надо вот зацикливаться на военном конфликте именно землепроходцев и якутов, хоть они были, но небольшую часть 17-го века занимали. На самом деле в течение 17-го века гораздо большее сопротивление оказывали вот народы не такие вот организованные, продвинутые в культурном плане по сравнению с якутами, а те же воины с юхагирами, тунгусами, вот, которые осаждали русские крепости, остроги по всей территории Восточной Сибири фактически. Некоторые остроги они даже брали, вот, например, тунгусы взяли Охотский острог в середине 17-го века, уничтожили его гарнизон. Вот об этом вообще, как бы, очень мало известно и очень мало пишут, к сожалению. Ну, и, как бы, заключительный этап вот такого освоения присоединений и военных конфликтов с местным населением была, были, так называемые Чукотские войны, которые непосредственно связаны с Якутией, хотя происходили они, в основном, конечно, на Чукотке, там, где Чукчи, собственно, и проживают, но дело в том, что Чукотка тогда административно как раз якутским воеводам подчинялась. Вот не случайно они называются войны. Собственно, Чукчи это один из самых был непримиримых народов сибирских, оказывающих наиболее сильное сопротивление землепроходцам. Причин тому множество, ну, основные из них это была удаленность данной земли и, ну, собственно, воинское искусство, Чукчи, конечно, которое сбрасывать со счетов совершенно не стоит. И из-за вот труднодоступности и самое главное, собственно, с Чукчи-то взять было особо нечего, да? Из-за этого эти войны стоили очень дорого российскому государству. Собственно, существуют даже подсчеты. Если я правильно запомнил, вот содержание Анадырского острога, то есть базы, с которой воевали, собственно, русские, с Чукчами, стоило российской казне в начале 18-го века что-то более миллиона рублей. Это гигантская сумма, там на семилетнюю войну сопоставимые суммы российское государство потратило. Вот, и на войну с Чукчами, соответственно, примерно в это же время. А ИСАК с Чукчей, который удалось собрать за этот же период, за который потратили миллион рублей, составил где-то около 20 тысяч, да, если я правильно помню. Вот, то есть сопоставьте как бы эти суммы и поймете, почему с Чукчами была такая длительная и текущая война. Причем самые такие эпизоды обострения военного конфликта с Чукчами, вот здесь как раз на этом слайде они изображены, это походы Шестакова и Павлуцкого. Это 30-е и 40-е годы 18-го века, то есть сто лет спустя после появления вот на этих территориях собственно русских землетроходцев. И надо сказать, что вот предводители русских сил и Дмитрий Павлуцкий и Афанасий Шестаков, они вот в этих конфликтах военных с Чукчами собственно и погибли. Первоначально вот Афанасий Шестаков это якутский казак, атаман, значит, был назначен как бы командующим, да, в анадорском Мастроге. Он погиб в 30-х годах 18-го века в столкновении с Чукчами и ему на смену был назначен майор Дмитрий Павлуцкий, одновременно он был назначен кстати, якутским воеводой и командующим этой войны. Кстати, вот он на картинке слева тут так стилизован современный рисунок изображен. А справа вот изображены его противники. Это Чукотские войны. Фотография сделана в начале 20-го века. Ну, как бы Чукчи в дедовских доспехах здесь изображены. Ну, конечно, не все войны Чукчи вот так вот выглядели. Это такое дорогое очень военное снаряжение, которым, вероятно, только вожди чукотские обладали. тем не менее, в принципе, можно понять, что люди серьезные и воинская культура у них на большой высоте находилась. Вот Павлуцкий совершил где-то десяток примерно походов против Чукчи. Походы он совершал вот не просто так, не от злобности своей, а потому, что Чукчи нападали на коряков, которые платили, собственно, ИСАК русскому государству, а уплата ИСАК это, как бы сказать, взаимообязательство такое, то есть, если местное население платит ИСАК, собственно, русские силы, которые присутствуют в этом регионе, должны их защищать. Ну, в случае, скажем, с якутами и тунгусами защищать их особо было не от кого, а вот коряков, в случае с коряками пришлось русским выполнять свой воинский долг, получается, да, потому что Чукчи совершали регулярные нападения на коряков, и Чукчи, и коряки это оленеводы, и самое большое богатство в тундре это, собственно, олени, и вот Чукчи постоянно отгоняли оленей, коряки, соответственно, жаловались выше по инстанции, русские в ответ предпринимали карательные походы. Походы у Павлутского были первоначально удачные, но в конце, видно, он потерял бдительность, и уже в 40-х годах 18 века на реке Орловой потерпел сокрушительное поражение. Причем силы у него были достаточно большие по меркам Восточной Сибири, отряд Павлутского где-то около 200 человек составлял, там до трети примерно это русские, две трети это как бы союзники, те же коряки, юкагиры. Вот этот отряд Павлутского был разбит, сам Павлутский был убит, Чукчи там взяли трофеи, то есть поле боя за ними осталось, доспех Павлутского Чукчам достался, и этой победой они очень гордились впоследствии. Ну, собственно, военными силами, военной силой покорить Чукчи так и не удалось. Так, я тут, по-моему, задержался. Вот еще одна тема, связанная напрямую с военной историей, это история Якутской крепости. Такого монументального архитектурного сооружения, которое до недавнего времени у нас существовало. Тоже, опять же, история якутских острогов довольно длинная и интересная. Как известно, якутский острог несколько раз переносился с места на место, перестраивался, как минимум четыре раза это происходило, и до XX века сохранялось, в принципе, остатки вот самой последней крепости, возведенных в 80-х годах XVII века, которые во множестве запечатлели художники и архитекторы по остаткам. Например, в Национальном архиве сейчас хранится план Якутской крепости, который здесь можно увидеть наверху, достаточно точный. Слева изображение города Якутска из чертежной книги Ремезова, как в конце XVII века представляли фотография остатков Якутской крепости, которая в Якутском музее хранится, это начало XX века, и вот внизу картина Ивана Васильевича Попова, которая хранится сейчас в Национальном художественном музее, где в сборе показана вся Якутская крепость. И как раз именно на картине можно оценить ее масштаб. Такой настоящий деревянный Кремль, деревянный город, обнесенный двумя кольцами стен, стены срубные, второй частокол, 16 башен деревянных, из которых одна сохранялась вплоть до XXI века, как известно, не сохранилась копия, которая в Старом городе сейчас находится. уничтожена в 2002 году, в августе 2002 года последняя башня Якутской крепости сгорела, к большому сожалению, и сейчас в Старом городе находится копия восстановленная. Это что, халатно? Это хулиганство, насколько я понимаю, то есть такой поджог. Поджог, да. Это поджог, но она кроме поджога никак сгореть не могла. Такая версия. Подростки там были. Вот, к сожалению, мы лишились оригинала, но история осталась, в принципе, которую надо изучать. Очень много фактов интереснейших, связанных с постройкой этой крепости есть. Очень интересные люди ее строили, якутские воеводы Иван Васильевич Преклонский и Матвей Осипович Кравков. О каждом из них целую лекцию можно тоже сделать. О бытовании этой крепости очень долго можно рассказывать. Как ей пользовались, имела ли она военное значение, зачем ее построили в конце 17 века, хотя военные конфликты в районе Якутска где-то в 40-е годы завершились. Но это все, я думаю, тема будущих лекций. Я просто эту тему обозначил. Еще одна интереснейшая тема и абсолютно на мой взгляд неизученная и которой мы хотели бы впоследствии посвятить одну или может быть несколько лекций это история воинских подразделений Российской империи с названием Якутский. Да. А в объявлении что за гражданской войне было написано? Мы дойдем и до гражданской войны тоже. Мы пока что в Российской империи с вами находимся в 18 веке и вот воинских подразделений в Российской империи с названием Якутский было три штуки целых. Какие-то из них известны больше какие-то меньше ну самые известные из них наверное и все о нем точно слышали совершенно это Якутский казачий полк. Якутский казачий полк на втором месте наверное это якутский пехотный полк 19 века уже и совсем вообще неизвестны никому как мне кажется это якутский гарнизонный полк 18 века вот о нем вообще никто ничего не знает И практически его не исследовали Буквально пара статей всего научных существует в научных сборниках Которых кроме пары исследователей, наверное, никто не читал Из них самый старинный, на мой личный взгляд, это Якутский гарнизонный полк Он был создан в 1727 году, то есть в первой половине 18 века И комплектовался, скорее всего, жителями Сибири То есть именно в этом полку могли служить местные уроженцы Но податные сословия, то есть это мещане, разночинцы, крестьяне Якуты в нем не служили Это военный полк, и народцев туда не призывали На службу Вот Якутский казачий полк Разные, как бы, есть теории по поводу основания этого полка Ну, самая ранняя дата называется 1701 год Когда Петром Первым был издан указ казачьему сотнику Владимиру Атласову О том, о сборе якутских казаков и об экспедиции на Камчатку Вот, собственно, современный Якутский казачий полк Я так понимаю, он с этого момента отсчитывает свою историю Хотя, в общем, в течение всего 18 века Данное подразделение называлось Якутская казачья команда Вот, а в 1822 году, то есть уже в 19 веке, был создан якутский казачий пеший полк Который вот просуществовал до начала 20 века И сейчас восстановлен И якутский пехотный полк был создан в 1806 году И создан он был в рамках подготовки войны с Наполеоном То есть это наполеоновская история, вот наполеоновские войны И вот в 2012 году Как бы в Якутии, в Якутске, вот к этому Периоду истории был повышенный интерес Но, к большому сожалению, вот якутский пехотный полк Он держит первое место среди воинских подразделений По мифотворчеству, на самом деле Вот на этом слайде мы видим Вот как примерно солдаты этого якутского пехотного полка могли убедить А вот, значит, вопрос вопросов Который всегда всплывает Когда заходит речь о якутском пехотном полке Вообще, там, ну, как бы два вопроса есть на самом деле Служили ли там уроженцы Якутии И принимал ли участие якутский полк в парадинском сражении Ну, всем хочется, чтобы обязательно принимал Да, но на этот счет И есть несколько научно-популярных статей Где ошибочно написано, что Якутский полк участвовал в парадинском сражении Но это дело проверяется очень просто Существуют военные расписания на сражение Вот, сейчас, слава богу, есть интернет Вот буквально в гугле набрать Военные расписания парадинского сражения И там прям список полков опубликован Кто там участвовал, якутского полка там нет Что-то вроде я видел на архиве Такой благо Это бестерев писал Да, это статья бестерева Я не хотел просто называть его Извините, я не сказала Просто я что хочу сказать Опять же, этой теме можно посвятить отдельную лекцию И я надеюсь, мы такую лекцию сделаем Вот прямо в истории якутского полка Но на самом деле, вот, служили ли там уроженцы Якутии Принимал ли он участие в Бродинском сражении Это как бы, ну, не особо важно Вот лично мне хватает, что он принимал участие Вот наполеоновских войн А сегодня у вас первая лекция по этой, да? Да, это первая лекция лекции Вот, ну, просто кратенько, да? Ну, просто это близкая мне тема Якутский полк И вот, например, здесь вот на этом слайде Мы видим, собственно, чем занимался якутский полк В ходе Отечественной войны 12-го года Ну, не слабая на самом деле у него история Не исчерпывается история Отечественной войны 12-го года Бродинским сражением Вот, якутский полк там в сражении под Рущуком участвовал Там, это война с Турцией еще 1811-го года Там Кутузов командовал, между прочим Был главнокомандующим этого сражения И тоже оно окончилось победой В 12-м году, собственно, якутский полк Был в третьей армии генерала Тармасова Она называлась обсервационная То есть наблюдательная армия И действовала на флангах То есть в основных участие В участиях вот там, где Багратион, Барклай-де-Толи, Кутузов Якутский полк участия не принимал в этих действиях Но зато он, например, принимал участие в сражениях При Городечной и Кобрине Вот, опять же, да Ну, не специалистам это, может быть, название ничего не скажет Но, между прочим, сражение При Городечной Это первое сражение Отечественной войны 1812-го года Где французские силы потерпели поражение То есть победой окончилось Данное сражение, оно было первое такое Где французы, ну, точнее, их союзники Австрийцы потерпели поражение И в ноябре 1912-го года Якутский пехотный полк принимал участие в сражении на Березине А это, извините, окончательный разгром Французской армии вообще в России Да, то есть победоносно завершил его Вот, еще одна интересная страница Это заграничные походы Якутского полка И вот, если в основных действиях в Отечественной войну 12-го года Якутский полк не участвовал То вот в заграничных походах он вообще оторвался по полной программе Потому что участвовал во всех крупнейших сражениях 1913-14-го года Из которых самое главное, наверное, это сражение при Лейпциге Где вот основные силы Наполеона потерпели поражение Ну и наконец, в 14-м году Якутский полк в Париж ходил Интернациональный долг? Что-что? Интернациональный долг выполнял? Нет, он выполнял не интернациональный долг Но союзнический долг выполнял А вот с 15-го по 19-й год Якутский полк входил в состав русского оккупационного корпуса Находился несколько лет на севере Франции Значит, на границе с Бельгией Там у них был целый лагерь, они там очень хорошо обжились Но в 19-м году уехали оттуда Еще одна война, о которой тоже вспоминают, когда говорят о якутском полке Это Крымская война Что вы имеете ввиду, в 12-м году? Нет, не было В Крымскую войну тоже, скорее всего, не было Хотя вот именно в Крымскую войну якутский пехотный полк покрыл себя неувидаемой славой У него коллективная награда есть за Крымскую войну Это Георгиевские знамена Это Крымская война, это 1853-1856 годы И вот, кстати говоря, я вот на этом слайде привел картинку Это картина из английской книги, на самом деле Издательство Аспрей Посвященное инкерманскому сражению И на данной картине изображена атака якутского пехотного полка сражений при Инкермане Вот такая, которая, видно, англичанам запомнилась Но действиями в Крымскую войну На Крымском полуострове, точнее, действия Крымской войны на самом деле не исчерпывались То есть вот карта Крымского полуострова Некоторые тоже, когда слышат о Крымской войне Вот представляют карту боевых действий примерно вот таким вот образом Более продвинутые люди карту Крымской войны представляют вот таким вот образом Где Крым вот наверху Бассейн Черного моря И боевые действия обозначены на Кавказе и на Балканах Кстати, якутский пехотный полк и на Балканах, и на Крымском полуострове успел отметиться В годы Крымской войны, то есть он и там, и там повоевал Но на самом деле Крымская война, это была одна из первых вообще воин Такого мирового масштаба И на самом деле карту Крымской войны надо показывать вот таким вот образом На которой изображена вообще вся Российская империя И вот там вот стрелочками обозначены, собственно, места военных конфликтов Куда не только Крым входит и Черноморское побережье, и Балканы Но и Балтика, Белое море, то есть Русский север И самая, обратите внимание, правая стрелочка Это Камчатка, которая вот по географической близости нам гораздо ближе Вот в отечественной, вот был вопрос, да, отечественного, в отечественной войне 12-го года О Крымской войне, вообще о Якутском полке, служили ли там выходцы из Якутии Были рекрутские наборы в Российской империи И в Сибири практически войска не набирались Соответственно, и выходцев из Якутии служить именно в Якутском полке Который вообще-то где-то на Западной Украине, большую часть своей истории находился Переправить там из Якутска в Кременец или в Подольск на Западной Украине Там двух рекрутов, которые мог поставить там город Якутск, да, в год, скажем Ну, как бы финансово невыгодно просто было То есть по финансовым соображениям не служили местные выходцы там А вот Петропавловск-Камчатский, это совсем другая история Все снабжение Петропавловска того времени, оно шло через Охотский порт А Охотский порт, это Якутско-Охотский тракт Который, собственно, местные жители обслуживали Ездили и в Петропавловск Петропавловск на тот момент это ворота в Русскую Америку Где, опять же, тоже выходцы из Якутии были И вот уже о том, что вот в конфликте в Петропавловске были какие-то выходцы из Якутии Или из Якутска, из Якутии, местные жители Говорить об этом можно уже, ну, с большой долей вероятности Опять же, это такое белое пятно военной истории, которое ждет своих исследователей Я надеюсь, когда-нибудь мы увидим статью об участии якутян вот в Крымской войне Но не на Крымском полуострове, да, а вот в обороне Петропавловска Которая, кстати, окончилась победой русских войск Вот англичане там благополучно проиграли, кричат Крыму Вот, и мы входим в 20-й век Но начало 20-го века, оно примерно так же покрыто мраком, как и 19-й век, и 18-й во многом Русско-японская война и Первая мировая война Вот доля участия якутян в этих войнах Российской империи, оно стопроцентное Выходцы из Якутии там участвовали, дело в том, что уже по реформе военного министра Милюкова Конца 19-го века рекрутские наборы были заменены на всеобщую воинскую повинность И, ну, и как бы логистика, финансы уже 20-го века были И призывались из Якутии уже в действующие войска люди Но, к сожалению, опять же, вот этот вопрос о доле участия, о количестве участников в этих войнах Он остается вопросом во много Но есть знаменитые люди, которые, в принципе, некоторые многие знают, наверное Вот два таких человека здесь, вот местные стопроцентные уроженцы Слева это Николай Дмитрианович Попов Якутский казак Уроженец Таты Татинского луса современного Начальник якутского гарнизона в будущем А также участник русско-японской войны Что очень хорошо видно по его военному иконостасу Здесь у него наград за Японию И справа это тоже очень известный человек И романах Алексий Священник крейсера Люик Героически погибшего в годы русско-японской войны Крейсер, я имею в виду А вот и романах Алексей Он, собственно, за бой крейсера Люик Получил военный крест Высшую награду священническую Здесь вот участники Первой мировой войны Тоже наиболее знаменитые Связанные с Якутией Ну вот как местные уроженцы Справа вот как раз местные уроженцы Наиболее известные Это уже вот в интернете по запросу Первой мировой войны Якутии Они в первую очередь выходят Это Гаврил Андросов В центре, собственно, один из первых якутов Георгийских кавалеров Справа, совсем с краю, это генерал Притузов Уроженец города Покровска Участник Первой мировой войны А слева это Мария Бочкарева Которая, в общем-то, не является, конечно, местной уроженкой Но оставила свой след в истории Якутии Поскольку она здесь ссылку отдувала До Первой мировой войны Вместе со своим мужем И именно из Сибири Отправилась на фронта Первой мировой войны Где, собственно, и прославилась И вот мы подошли к одному из важнейших, наверное, вообще Моментов военной истории Якутии Это гражданская война Часть, собственно, общероссийского военного конфликта Но для Якутии очень важный, такой переломный вообще момент Это и переломный момент и между Российской империей и Советским Союзом И переломный момент в том плане Что гражданская война Это единственный военный конфликт Происходящий на территории Якутии За последние 300 лет Собственно, с момента воин, землепроходцев И присоединения Якутии И, слава Богу, после этого После гражданской войны Тоже на территории Якутии Военные действия не велось Но гражданская война здесь исключение Перед нами карта боевых действий Которые велись на территории Якутии в это время История гражданской войны в Якутии имеет свою хронологию Гораздо более отличную от хронологии гражданской войны На территории, ну, большей территории России То есть совсем по-другому здесь хронологические рамки расположены Собственно, началом гражданской войны в Якутии Считается лето 1918 года Когда Якутск захватил отряд Красной Гвардии Под командованием Рыдзинского И, собственно, первый бой произошел Между силами местной милиции И отрядом Рыдзинского Это было в ночь на 1 июля 1918 года Вот второй этап гражданской войны Это 1921-1922 года Время так называемого повстанчества Когда вследствие непродуманной политики Местного советского руководства Получилось восстание по всей территории Якутии И в руках, собственно, красных оставался только город Якутск Город Вилюйск и город Верхоянск То есть крупные самые населенные пункты А все остальное не подчинялось советскому правительству Это к тому моменту уже и Колчак, и Врангель И все были разгромлены А вот Якутия, такой большой кусок территории Как бы вдруг неожиданно вышел из состава Советского Союза Множество героев и антигероев было в Якутии в те годы И с той, и с другой стороны Тут вот при рассмотрении периода гражданской войны Так же, как и при рассмотрении периода 17 века Очень важен именно для историка Это принцип историзма То есть, чтобы понять, почему люди так действовали Надо понять их мотивацию, их характер Ну вот появляются все новые исследования Гражданская война, это, кстати, юбилей Постоянно идет с 2018 года Мы постоянно сейчас будем сталкиваться с юбилеями Гражданской войны Столетия, круглые даты И поэтому появляются вот интересные статьи работы И о военных действиях непосредственно И о людях, которые в этих военных конфликтах принимали участие Ну, самые вот яркие, известные в последнее время Это вот два человека слева Это Анатолий Николаевич Пепеляев И Иван Яковлевич Строт Собственно, два противника Которые непосредственно друг с другом сражались А потом, по окончании этого конфликта Пожали друг другу руки Ну, Пепеляев, правда, был в этот момент в плену А Строт был красным командиром Так, и, собственно, здесь вот в этот момент Хоть Петра Кирилловича сейчас нет на лекции Но у нас есть вот видеофрагмент Который рассказывает об одном из этапов Гражданской войны в Якутии Тоже одном из важнейших этапов Это когда в Якутию на подавление восстания В 1922 году Был отправлен отряд Красной Армии Под командованием Нестора Каландрашвили Вот, прошу послушать Раз, два, три Ну, вот, на этом месте Примерно, да Произошла эта трагедия Со штатом Каландрашвили 6 марта 1922 года Они, значит, Участники засады Пропустили Две подводы Двое садей С розеткой На долье, на долье На одних садях был полюмет Они их пропустили И стали стрелять И когда, значит, Штаб подъехал сюда На подводах уже на садях Значит, раздались Первые, значит, залпы Естественно, значит Они были И стали врасплох Штабистов И, значит, Попали Они Под Дружный Пружинный огонь И там не было Никакого спасения Естественно Вот Тут уже Никуда не убежишь От этих Пуль И место не позволяло И вот в результате Этого штаб погиб По списку Числиться Вроде Славьевит Он мог Меняться Несколько Больше Там еще Двое Человек погибли За ними Ехали Которая Из Алековска Представитель Рика Один Вот И С ним Еще Была Не то Женщина Не то Мужчина Фамилия Такая Что Не помеш Вот Это Из Алековска Вот Они Не бойцы Этого Отряда Толгарашвили И Значит Те Подводы Которые Впереди Были Как Боровет Тогда Они Быстренько Поехали Рыщию У Якутска До Клавы Что случилось Все А Там Уже Был Первый Отряд Строн Которого Белые Не тронули Не Устроили Засаду За него Вот Этот Ну Тогда Назывался Эшелон Эшелон Всего Было Три Эшелона Ну Значит И Строн Был Первым Эшелон И Когда Первые Вот Эти Прибыли Которые До Подводок Туда Сигнализировали Так Вот Вид Положения Нападения Тогда Значит Строн Начали Садить Садить Лошадей Мобилизовали Значит Опять Отряд Строна Ну У Белых Уже Конечно И след Простыл Эти Которые Приступали На них Которые Свершили Обстрел Нападения Много Трупов Потом Вывозили Мобилизовали Этих Водчиков В Якутске И Все Которые Творя Вывезли В город Да Две Женщины Погибли Екатерина Гошадзе Вот Погибла И Еще Одна Женщина Потом Значит Брайна Карпид Была Она Студентка Якутского У Дерсета Была Ее Взяли Бред Гена Потом Какие Значит Какая Судьба Была Никто Не знает Точно Неизвестно По данным Бэстрода Он По Рассказу Пишал Уже Значит Ее Возили Потом Где-то Белые Туда Увезли На Охотском Направлении И Там Где-то На реке Дотора Ее Значит Убили Уже Другой Отряд Из Отряда Дуганова Ну Точно Нет Никакого Акта Озбетных Не составлен Друг Ничего Ни Свидетельские Показания Где И Нет Как Это Правильно Там Что Серь Случилось Кто Его Убил Неизвестно Конкретно Один Значит Тоже Споры До сих Пор Идут Кто Оглавял Этот Отряд Засады Но Был Там Николаев Николаев Готовься Сороны Ну Он Был То Л Подпоручик То Л Рапочек Тоже Неизвестно Хорошо Вот Его Ранили Потом Это Мне Было Известно От Свидетель Центра Вот И Еще Были Там Ну У Макарова Макарова Дописал Тоже Тоже Пятьдесят Ну Узкая Река Проток Это Очень Узкая Правильно Говорит Тоже А Разные Сибири Говорят Было Быстро Конечно Даже Пыжи Долетали Пишут Такие Были Простые Хоть И Ружья Вот Не У Всех У Них Были Трожевейки Вот Такая Трагедия Значит Предложение Было Сродо Такое Сродо Уже Писал Что Надо Пустить Боковую Разведку Прежде Чем Ехать Каладашвили Говорит Ничего Тут Да Якут Касалось Всего Ничего Мы Проскочим Мы Проедем Вот Но Видите Как Не Получилось Вот Такая Трагедия Случилась Вот Сейчас Тут Памятник Так Поставлен Как Он Назвать Памятник Как Его Можно Назвать Стелли Да Памятник Бьюст Горист Каладашвили Вот По нему Можем Близко Подойти Наша Машина Не Может Пройти Туда Мы Видим Это За 300 метров Примерно Издалека На юж Смотрим Туда Туда Дорог Туда Туда Вот Пожарение Раз Разные 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 Сифры 50 70 100 200 Ну как Петр Кириллович сказал Именно вот этот эпизод военный Он наименее Как бы изучен И Наиболее Спорные моменты Собой Представляет Потому что Неизвестно Никто Командовал И это Можно было бы Выяснить Опросом Свидетелей Наверное Которых Сейчас Уже Как бы Нет В живых То есть Это Скорее всего Тот Исторический Вопрос Который Мы до конца Никогда Не Проясним Вот Руководил Это Николай А по другим Данам Это Версия Да Версия Так Я просто Уже Завершая Хотел Сказать Вот Темой Гражданской Войны Ну Гражданскую Войну Мы закончили Вот Якутия В годы Великой Отечественной Войны Ну Это Такая Тема Наверное Которой Подробно Наверное Останавливаться Не надо Тем более Что Сейчас Будет Все Больше Больше Мероприятий Посвященных 75-летию Вот Ну Естественно Если Гражданская Война Это Военный Конфликт На Территории Якутии Непосредственно То Великая Отечественная Война Это Тот Конфликт В которой Жители Якутии Участвовали Ну Как бы Самый Масштабный Военный Конфликт И Наибольшие Потери Якутия Понесла Причем Не только Теми Людьми Которые Непосредственно Участвовали В военных Действиях Но И Как известно Большие Потери В тылу Там Из-за Голода Были Ну Вот Герои Участники Снайперы Трасса Аляска Сибирь Это все Темы Которые Требуют Отдельных Лекций И Которые Обязательно Будут Они Запланированы В нашем Лектории По Теме Великой Отечественной Войны И Также Очень Важно Вот Там Это Как бы Фрагмент Уже Мировой Войны Это Война С Японией 45-го Года Опять же Петр Кириллович Конкин Мог бы Тут Ставить Несколько Слов Поскольку Он Непосредственный Участник Вот Этого Военного Конфликта Осенью 45-го Вот И Военные Конфликты В российской Истории Это Военные Конфликты Второй Половины 20-го Века Вот Только Некоторые Из них Послевоенные Корейская Война Войны В Африке Монголе Войны На Ближнем Востоке Вот Там Тоже Принимали Участие Уроженцы Якутии Вот Ну Конечно Война В Афганистане Вот Более Наиболее Задокументированная Наверное Война Опять же Живы Непосредственные Свидетели Вот Есть точная Статистика Например Вот Один из Немногих Конфликтов Военных По которым Точная Статистика Есть Что Пронимало Участие Вот 8774 Человека 24 Человека Получили Ранения Инвалидами 14 Человек Стали И 10 Воинов Якутян Погибли В ходе Афганского Конфликта Опять же Очень хотелось бы Нам Привлечь Непосредственных Участников Войны В Афганистане Чтобы Они Нам Об этом Рассказали Ну И Большом Опять же Сожалению Военные Конфликты Еще Продолжаются В которых И Россия В том числе Принимает Участие Ну А Якутия Поскольку Часть России Тоже Принимает Участие В военных Конфликтах Вот Но Это Наверное Дело Будущих Поколений Изучать И Слушать Об этом